И всем привет, с вами снова Скорпик, и сегодня у нас будет вторая часть обзора по вот этим вот китайским аналогам лего, ну или же наборчикам. И давайте же начнем с первого нашего набора. Это вот такая вот машинка военная, которая называется Фантом, город мастеров. Внимание, конкурс, условия, смотри внутри. Конфеты с игрушкой. Конфет там не было, я сразу говорю. Это уже минус. Конкурс, сладкие призы каждый месяц, условия, смотрите внутри. Так, тут у нас вся военная техника, которая может быть в этой серии. Ну, на картинке все хорошо, сейчас посмотрим, как на самом деле вы будете неприятно удивлены. Тут у нас инструкция лежит, всякая фигня тут написана. Ну и все из этого бренда, так сказать, город мастеров. Пулемет, фантом, миноискатель, отбойный молот, багги и бульдозер. Ну, как-то так выглядит. Хочу сказать, что стоимость этого конструктора 35 рублей. Сейчас вы поймете, почему он такой дешевый. Участвуй в конкурсе, собери коллекцию шести игрушек, добавляйся в одну из наших групп в социальных сетях, придумай историю о любом персонаже города мастеров и получи приз по итогам конкурса за месяц. Мы ждем ваших историй. Конкурс проводится до марта 2017 года включительно. Мне вообще не хочу в этом конкурсе участвовать, потому что, знаете, в них выиграть довольно трудно. Ну и потом пришлют какую-нибудь фигню какую-нибудь. И сейчас запоминайте эта картинка. Запомнили? И теперь смотрите, что оказалось внутри. Та-да-дам-та-дам! Та-да-дам-та-дам! И вот, что она ждала внутри. Давайте пока этого человечка отложим в сторону и посмотрим лучше на транспорт его, средства его передвижения. Вот такая вот штучка. Смотрите сразу. Китайцы напутали цвет, то есть это у них закон такой типа. Видите, у них колесики желтые, а тут серые. Также вот заусенцы есть. Ну, так вроде ничего, ездит, катается. Так, дальше смотрим. Тут поставим штучку. Тут у нас есть вот такой вот автомат. Это даже лучше, чем из автоматов Brick, потому что у них такая ручка. И иногда она просто выскальзывает из рук человечков. Мне, кстати, вот этот даже больше понравился. За вот эту исполненную ручку. И его рация. Скажу честно, необычно сделана, в необычном стиле. Ниоткуда не украли, сами придумали. Вот это молодцы, молодцы. Сами додумались. Так, ну и теперь смотрите на лицо этого человечка. И смотрите на лицо нашего оппонента. Это просто что-то с чем-то. Ну, я не знаю, видно вам или нет. Постараюсь сделать так, чтобы камера сфокусировалась. Можно ближе. Чтобы вам было видно это. Во-во-во. Смотрите. Видите ли вы вот эти вот подтеки под глазом. То есть он весь грязный. В этой... У него как бы бровь выделила вот такую вот краску. И она вся подтекла у него. И вообще очень красиво смотрится. То есть как бы грязное у него лицо такое. Не умылся, видимо, утром он. И вот так вот ходит теперь. Ну, что касается фигурки. Сделано плохо. Очень плохо. Ноги еле вытаскиваются и вставляются. Вот. Вот еле вытаскиваются, я вам говорю. Они все какие-то вот здесь вот исцарапанные, что ли. Вот. Как-то так вот выглядят. И это... Ну, выглядит вот как будто от них бирку с клеем отклеили. Вот такое ощущение. Потом вот этот принт вообще даже не хотели прорисовывать. Просто не хотели. Рука у него вообще вот болтается, болтается. Вот это вот еле прогибается, а это просто болтается. Как будто у него кость изъяли из руки. Ну, что касается этого наборчика. Тут без комментариев. Без комментариев. Сами все можете видеть. Не могу сказать, что ужасный, но качество оставляет желать лучшего. Особенно качество прорисовки. Так. Ну, давайте перейдем к вот этому наборчику. Тут у нас все довольно хорошо. Даже, я бы сказал, очень хорошо. У нас компания Gen Room. Gen Run, точнее. Nexa Knights. Новая серия написана. Вот такие вот у нас солдаты тут. Огненный солдат. Точнее, пепельный воин или пепельный охотник. И сам Джестру. Мне этот Джестру даже больше понравился, чем мой предыдущий. Тут у нас мы видим, ко всем персонажам идет, точнее, Джестра с своим посохом. Ну, и тут вот такой вот, типа Постра. И тут даже можно вот этот, не знаю, этот пин-код, что ли, ввести. Вам какой-то там приз дадут. Или я не знаю. Ну, я, короче, такие никогда в жизни не вводил. Так что, ну, думайте сами. И вот, что у нас тут есть, имеется. Давайте начнем же с Джестра. Джестра у нас имеет вот такой вот посох. Кстати, небольшой косичок. Там у нас синяя, тут красная. Но это, в принципе, ничего страшного. Потом, значит, у нас, смотрите, такое вот лицо. Ну, довольно жирно сделано, жирно. Но так, в принципе, я минус не поставлю. Потому что, ну, хорошо сделано, хорошо. Просто довольно жирно, я бы сказала. Ну, для каждой компании в этой жирности своя, как бы, фишечка. Ну, по детализации все хорошо. И вот такой вот у нее колпак шута. Очень хорошо прорисован. Очень, точнее, выполнен. Очень хорошо. Не то, что тот. Не то, что вот этот. То есть, вы сами видите разницу. Ну, то есть, разница заметна. Так, смотрим на этого солдата нашего, пепельного охотника. Давайте посмотрим на него, на его лицо без маски. Сейчас попробую снять. Ладно, сначала его принт посмотрим. Вот, смотрите, вот его принт без брони. Спереди и сзади. Так, вот его оружие, вот смотрите. Вот, баш стреляет. Стреляет очень сильно, я вам говорю. Очень сильно стреляет. Эта шпулька куда-то улетела. И вот такая вот у него Нексосила. На вот таком вот чите. Какой-то меч изображен, который с огнем. И в комплект еще шло аж три еще Нексосилы. Вот такой вот огненный дракон. Потом какой-то прицел. Не знаю, что это. И какие-то еще стрелы. Какие-то огненные ядовитые стрелы. Вот такие. Кто знает название, кстати, пишите в комментариях. Так, и давайте же посмотрим на это лицо. Вот. Такая у него маска. Крутая, прикольненькая. И вот его лицо. Злое. И еще злее. Что можно говорить о пепельном охотнике? Если он злой, то он злой. Так, поставим его очень злое лицо. Ну и, в принципе, и вообще за 195 рублей этот конструктор, ну, стоит своих денег, я бы вам сказала. Ну вот, очень хорошо выполнено. И джестро тут есть, и две фигурки. И можно сразу выбрать из Нексосил. Кстати, хочу сказать вам одно. Сейчас поставим. Поставим этих. Кстати, в каждом наборе из этой серии, в каждом комплекте такого наборчика, вот именно такого, свои Нексосилы, то есть, свои, там разные, повторяющихся нет. Ну и давайте перейдем к вот этому самому большому. Он стоил 120 рублей. Тут даже ценник есть. В комплекте у нас идет флама. Написано 3 в 1. Ник Найтс. Такая какая-то серия. Буква С изображена. Потом такие два счета. Нексо Повар, типа. Ну, тут написано Ник Повар. И вот тут такой-то китайский знак. И машина какая-то. У нас та же самая машина, 3 в 1 написано, Ник Найтс. И вот все конструкторы из этой серии. И давайте же уже перейдем непосредственно к самой фигурке. И вот она, во всей красе, наша фигурочка. Давайте пока вот эти отодвинем, чтобы места было побольше. И рассмотрим ее оружие. У нее вот такой вот огненный меч. И вот такая вот Нексо Сила. Кстати, в комплекте шла еще одна. Также хочу заметить бонус. Китайцы положили дополнительную руку с дополнительной кистью. И вот такую вот дополнительную деталь. Что тоже очень приятно. Давайте снимем ее, скажем так, головной убор. Снимем вот эту вот штучку. Так. И рассмотрим ее лицо. Точнее, его лицо. Потому что флама это он. Вот его лицо, флама такой. И даже сзади у него на лице есть принт. Это тоже очень приятно. Пока не буду одевать. У него вот, кстати, вот такой вот головной убор. Прикольненький. Сразу же оденем. И вот такие вот принты спереди и сзади. И вот такие вот у него ноги крутые. Даже прозрачные немножко. Это тоже радует. И вот его приспособление. Вот сами можем видеть. Крутое такое. Вот смотри, стреляет. Пушка тут у него. Зажимаю постоянно пальцем. Вот можем видеть, все стреляет. Вторая стреляет точно так же. Вот все крутится, вертится. Абсолютно. Можно даже вот убрать эти штуки. Как будто у него оружие будет. Давайте его поставим. В принципе, тоже наборчик вот этот крутой. И даже замечаний у меня по нему нету. Я вам честно скажу. Я ему замечания даже просто не нашел. Потому что, ну, сами посмотрите. Довольно круто сделано. Я бы вам сказала, довольно круто. За 120 рублей вот такую махину я не ожидала. Я думаю, у нас будет стоить там 200. Ну, допустим, 300. Нет, 300 слишком дорого. Ну, 200 там, 220. Ну, не как 120. Так что вот. Давайте их всех поставим в ряд. Ну, и вот такой вот получился у нас обзорчик. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте видео. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok